Наслаждаться звоном мартовской капели Татьяна может не выходя из дома. В международный женский день судьба преподнесла женщине поистине щедрый подарок. Сохранила жизнь. Когда в прихожей рухнул потолок, хозяйка находилась в комнате. Испуг был первой степени. Сдели кино смотрели, грохот такой стоял, что даже соседи с восьмого этажа побежали. Так что было очень весело. И течет беспрестанно. И оно не то, что капает, оно льет. Сами видите, те четыре тазика. Квартира Татьяны располагается в доме номер 43 по улице Володарского. В девятиэтажке восемь подъездов. У большого дома с приходом этой весны появились большие проблемы. У жильцов крайнего этажа по стенам побежали ручьи. Представитель центральной управляющей компании города Иваново пришла фиксировать ЧП. Будет составлен акт. За кадром поясняют, как только кровля просохнет, приступят к ремонту. А вот что произойдет раньше? У Татьяны повторно обвалится потолок или начнутся работы на крыше? Покажет время. У пенсионерки в соседней квартире похожая беда. Разве что немного суша. Видите, вот я день и ночь вытираю эти тряпки, жму. У меня все батареи тряпками завешаны, сушатся. Я не могу наклониться, ничего. Я с этим воюю тряпками буду. День и ночь. Тут отлетела вот эта палка. По голове мне даже час болит голова. Пока вытирала, тут она мне прилетела. Дверь перекосилась, только нового поставили. Не закрывается. Идем в гости в соседнюю квартиру. Жанна Петровна уже освободила свою прихожую от мебели. Стена безнадежно испорчена. Шельцы поясняют, беды начались с декабря прошлого года. Коммунальщики ремонтировали ливневку. При первом же потеплении вода хлынула в квартиры. Кто-то делает зимой ливневку. Вот такие бугры, а ливневка выше. Как пойдет вода в ливневку, когда она ниже, и крыша худая. Идет в квартиры. Все. Вот уже все. Дальше оно уже дошло. У меня сначала было маленечко, потом все дальше, дальше. А теперь, если вот еще такой потоп будет, наверное, весь коридор у меня. Это мне вот времянку сделали, свет, но он не работает. Его уже отрезали, потому что оно неправильно проведено опять. Времянку даже неправильно сделали. Больше потопа жильцы боятся только пожара. 0,1 вызывали уже дважды. Горели щитки. Почему ситуация доведена до критической точки? Кто проводил ремонт ливневок? Каких денег он стоил и почему его не закончили? Ответы на эти вопросы наш телеканал планирует получить от руководства центральной управляющей компании в ближайшее время. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.